Она находится в областной избирательной комиссии. Сюда в режиме онлайн стекается информация со всего региона. Сейчас Екатерина выходит на прямую связь со студией. Кать, с каким уровнем явки закончились выборы в Омской области? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Тензеля. Об уровне явки я обязательно скажу. Сначала такое небольшое включение. Все, кто сегодня следил за нашими включениями из обл. избиркома, наверное, заметили, что мы сменили место дислокации и приблизились к кабинету председателя областной избирательной комиссии Алексея Нестеренко. И поэтому готовы сейчас в прямом эфире выдать эксклюзивное интервью. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Николаевич, избирательные участки все закрыты. Через час предварительные итоги будут. Вот как раз коллеги меня попросили их озвучить. Но сейчас мы можем произнести цифры, которые были подсчитаны к шести часам вечера. Вот каковы эти цифры? А давайте я сначала оговорю, что избирательные участки не закрыты. Они продолжают работать. Другое дело, что голосование уже завершилось. И интрига в том, что уже и результаты есть. Но только мы их не знаем. Они там, в избирательных урнах. Что касается явки, ну, у нас, к сожалению, пока только на 18 часов. Мы знаем, что это за пределами где-то 30% предварительные такие данные. Ну, наверное, это уже и близко к окончательным итогам. Я имею в виду 30% это в целом по области. У нас, конечно, есть районы лидирующие. Там, скажем, Крутинка за 60% у нас. Сидельникова, Большевуки выдали там почти 60% участия. Ну, это, кстати, по Крутинке. Там больше 64%. Как-то премируете вы таких лидеров? Сейчас даже у меня есть цифры. У меня вот только. 64, 38. Крутинка. Большевуковский 54. Но в втором месте все-таки Сидельникова. Да, видите, какая штука. Меньше всего явка зависит от избирательной комиссии. Поэтому премировать-то здесь кого? Здесь нужно премировать самих избирателей. А может быть, в значительной степени премировать, возможно, тех депутатов районных и поселковых советов, которые, очевидно, своей неплохой работой привлекли внимание к себе избирателей. Там ведь выборы проходят еще и в органы местного самоправления. То есть явка, это понятие такое очень сложное. Много факторов на нее влияет. Но в целом по городу это за 20%. Очевидно, будет, может быть, 23-24%. Где-то через полцем мы уже эту историю узнаем. Повторяю, интрига в том, что уже есть результаты этих выборов, но они еще там в ящиках. И вот сейчас начинается заключительный этап работы избирательных комиссий, вскрытие этих урн и подсчет голосов избирателей. Здесь уже ничего не изменить, но очень важно тщательно, взвешенно, не спеша всю эту работу провести. Мы очень рады, что у нас на избирательных участках работает много наблюдателей. У нас порядка 5 тысяч наблюдателей только на все. 5 тысяч наблюдателей, направленных только партиями политическими и кандидатами. У нас есть гости из Москвы, из Ассоциации гражданский контроль, из Общественного совета предцы к России. У нас из Общественной палаты Российской Федерации есть представители, из нашей Общественной палаты в Омской области. По-моему, они даже сегодня уже готовы поделиться своим мнением, пресс-конференцию провести. Для нас это очень важно, потому что это обеспечит некую не просто прозрачность выборов, но уверенность в том, что те результаты, которые будут сегодня озвучены, они абсолютно достоверны. Нам приятно, что у нас практически в день голосования, вот сегодня, никаких маломальски серьезных нарушений не было зафиксировано. Были какие-то рассуждения, предположения, были забавные казусы, но на самом деле по результатам этого дня в избирательную комиссию поступили ровно две жалобы. Одна на то, что не принесли приглашение, но мы с вами уже эту тему обговаривали, что это такая добрая традиция, это законно предусмотрено, к сожалению, не ко всем смогли попасть. И одна на то, что были смс-рассылки, приглашающие голосовать за одного из кандидатов. Ну, не думаю тоже, что это сколь-нибудь серьезно могло повлиять на результаты волеизъявления избирателей в целом. Поэтому мы ждем результатов, и какие они будут, те результаты и будут принимать жители нашей области. Сегодня выборы проходят в 21 регионе, и вот по активности избирателей, кстати, ОМИЧИ, ну, они только в десятке лидеров, кажется, 8-9 место где-то так мы делим с другими регионами. Но вот мой вопрос даже не по активности, как мы выглядим с другими регионами, а с юридической точки зрения, насколько нарушения у нас какие-то более такие, знаете, из ряда вон выходящие, как в Новосибирске были зафиксированы. Вот мы в этом списке как выглядим? Катенька, ну, можно я вновь поправлю, выборы-то проходят во всех регионах России, в 21 регионе выбирают губернаторов. Вообще вся страна сегодня, это единый день голосования по всей стране, это колоссальное количество задействовано людей в этом процессе. Что касается, как мы выглядим, ну, нужно будет посмотреть, на самом деле, по итогам. То, что где-то, ну, мы слышим, смотрим же, мониторим прессу, в том числе и медиапространство интерактивное. Я не склонен анализировать всякие, вот даже просто по себе, по нам читаешь, что у нас происходит, даже не веришь, что ты тоже в этом субъекте живешь. Поэтому рано анализировать, но знаю, что по нашему региону никаких серьезных нарушений, которые позволяли бы нам усомниться в результатах выборов, нет. А вообще, конечно, ну, можете себе представить колоссальное, с точки зрения организации, мероприятие, в котором задействованы тысячи людей. Предположить, что в таком мероприятии, где задействована куча людей, причем где столкновение мнений обошлось бы без каких-то там нарушений организационного свойства, процедурного свойства, этого предположить невозможно. Это было бы точно неправдой. Поэтому это, безусловно, наверное, есть, но весь вопрос заключается в том, это умышленно делается или это проблема организации. С учетом того, что наша участковая избирательная комиссия, это обыкновенная, наши же люди, это же не профессионалы, это наши же учителя, врачи, это социальщики, это те, которых мы привлекли, и очень сложную работу нужно делать. Поэтому не думаю, что здесь хоть как-то можно сомневаться в результатах этих выборов. Ну, что касательно тогда курьезных случаев, вот помните, на прошлых выборах некоторые журналисты придумали, как потом стало известно, что вы зафрактовали вертолет. Погода тоже была не очень хорошая, чтобы там люди в отдаленных деревнях могли проголосовать. В этом году что-то интересное про себя или про выборы курьезное действительно читали или, может быть, происходило действительно что-то такое любопытное, спешное. Ну, кроме вот этого пресловутого медведя, который, теперь уже все начинают сомневаться, на самом ли деле был медведь Вседельникова, звонил туда и говорит, да, два дня ходит. Вот, вроде, пожалуй, ничего такого интересного уж особо выдающегося и нет. Но уже и этим мы выделились среди других регионов России. Ну, наверное, в день выбора просто даже медведь смилостивился, да, и залег обратно к себе в берлогу. Спасибо вам большое. А я напомню, мы беседовали с председателем областной избирательной комиссии Алексеем Нестеренко. Ну, о предварительных итогах пока говорить нам рано, это будет известно чуть позже. Ну, а я передаю слово большой студии Тензеле и Сергею. Спасибо, Кать. На прямой связи со студией была Екатерина Шипилова, она сейчас находится в областной.